В сегодняшнем коротком видео я расскажу, как решить проблему, возникающую при запуске игры или какого-либо приложения. Подобные ошибки вы видите сейчас на своем экране. Обычно эта проблема связана с отсутствием или искажением DDL-библиотек приложения DirectX. Сейчас я покажу один из способов, который должен решить эту проблему, но если этот способ не решить проблему, расскажу еще парочку. Давайте приступим. Заходим в мой компьютер, открываем локальный диск C, далее находим папку Windows, следующим шагом находим папку sysvow64, переходим в нее, в этой папке листаем вниз и находим файлы на букву D, а именно следующие файлы D3DX924. Находим эти библиотеки, их здесь должно быть огромное множество, вплоть до 40. Здесь же идет еще 10 DirectX, то есть 9, 10 библиотеки этих компонентов D3DX необходимо будет все удалить. То есть выбираем все библиотеки всех версий DirectX, то есть 11, 10, лишнего удалять не нужно, будьте внимательны, и 9. Далее переходим по ссылочке в описании под роликом и скачиваем веб установщик библиотек DirectX. Нажимаем скачать, после чего запускаем установщик DirectX, соглашаемся с условиями, нажимаем далее и устанавливаем данный пакет. После чего проверяем, решилась ли наша проблема. Если проблема никаким образом не решилась, то заходите в свою игру или смотрите информацию о ней в интернете и ее системные требования. Возможность для вашей версии игры требуется более старая версия DirectX. То просто находите более старую версию DirectX и тоже ее устанавливаете. Давайте снова перейдем в эту папочку и посмотрим, все ли пакеты DirectX установлены у нас заново. То есть 9 DirectX пакеты библиотеки, 9, 10, 11. То есть все пакеты, которые необходимы, в принципе, у нас сейчас установлены были заново. Еще данная проблема может таиться в отсутствии пакетов NetFramework. В этом случае по ссылочке в описании вам необходимо перейти и установить последнюю версию пакетов NetFramework, который включает в себя все обновления. Но все обновления начинают с четвертой версии. Более старые версии игры программ могут требовать более старый дистрибутив NetFramework. И таких у нас еще есть два. Это NetFramework 1.1, но это в редчайших случаях его необходимо установить. Ссылочка также будет в описании. И еще NetFramework 3.5, который также включает в себя пакеты обновления со второй до 3,5 версии. Если же проблема не исчезла, то возможно вам придется установить все Microsoft Visual C++ пакеты. О том, как это сделать, у меня есть отдельный ролик. Его необходимо вам будет посмотреть внимательно. Ссылочку на него я оставлю также в описании. В принципе данная ошибка должна исчезнуть после первого способа, либо после вышеперечисленных способов.